Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 мая и наконец-то у нас прошел вот этот вот период жесточайших морозных ночей. Будущая сегодняшняя ночь будет 1 градус, но уже с плюсом. Я никогда не думала, что температуру плюс 1 буду воспринимать как счастье, потому что всю неделю были морозы, я уже вам рассказывала, было и минус 2, и минус 3. Все было укутано, укупорено, и каждую ночь я, как и все другие, у кого есть вот такие вот тоннели, пленочные укрытия, мы боялись, что все замерзнет. И тут вот мы делились опытом, какой лучший материал, или агроспан вот этот, агроткань, или полиэтилен. Сейчас хочу вам показать, под какими укрытиями сохранились хорошо вот эти посадки, а под какими все-таки замерзли. Потому что я не исключение, как у многих других, у меня одна грядка тоже замерзла. И замерзла именно та, на которую не хватило полиэтиленовой пленки, когда я говорила, что затягиваю сверх вот этой белой нетканым полотном вот эту тоненькую-толенькую полиэтиленовую пленку, и что она очень хорошо делает там как термос, тоннель сохраняет тепло. И сейчас хочу показать вам, подтвердить свои слова, что действительно, вот эта даже самая-самая тонкая полиэтиленовая пленка, она очень помогает в морозные ночи, потому что тепло никуда не уходит, и днем-то все равно у нас было хотя бы плюс 3, плюс 5, иногда солнце выглядывало, и они там надышат томаты, и там создается микроклимат. Я сейчас пройду по всем тоннелям, по всем укрытиям, и покажу вам, как перенесли вот этот длительный, была неделя целая минусовых температур и очень хороших минусовых. Конечно, здесь не было никакого подогрева, это ясно, что здесь нет ни электрообогревателей, ничего, ничего дополнительно я не устанавливала, и вы увидите большую разницу, как перезимовали, можно так сказать, растения только с белой тканью, и где дополнительно был полиэтилен. Я сейчас все вот эти прям крошечные нарезки соединю в одно, и вы сравните. И потом уже после этого я расскажу, что я буду делать со своей замерзшей грядкой. Конечно, удалять я ее не буду, буду выращивать через пасынок. И это видео поможет тем, у кого, возможно, тоже замерзли вот эти верхушки, а стволики целые. Все, сейчас пройдем по всем тоннелям, вот по всем этим укрытиям, и я вам покажу все-все томаты. Вот под такой тоненькой пленочкой не замерзли даже индотерминатные, те, которые я называю неженками, которые я обычно рано не высаживаю. А вот без пленки замерз даже демидов, ну потому что морозы были очень длительно, и все-таки одной оград ткани не хватает. Ну, начну я, конечно, с тоннелей, потому что это дольше всего сидят, вот они в таких пленочных тоннелях. Естественно, они пережили все морозы, потому что они высажены давно, 24 апреля, все у них здесь укутано. Тут и агроткань, вот эта нетканка, и два или три слоя старых пленок полиэтиленовых. Важна именно полиэтиленовая пленка, потому что агроткани хоть три слоя на ложь, она выветривается все равно. Все, вот это самая первая была посадка, про которую и сейчас до сих пор некоторые еще вчера писали, да, она не выживет, она замерзнет. Все, у нас минусовых температур больше не будет, скоро вот этим негритятам будет свобода, я буду их открывать. Все выжили, ни одна не замерз. Второй по давности высадки является вот эта грядка, которую я высаживала для получения раннего урожая, тут демидов, Настенька и все другие сибирские сорта. Они за это время уже начали цвести, но это ясно, что ничего здесь не замерзло, видите, тут и трава растет. И тут у меня, если там в тоннелях, я говорила, что там несколько слоев вот этой старой пленки полиэтиленовой, у меня вот здесь агроткань 60, и вот этот полиэтилен, вот самый-самый-самый, самый тоненький, вот этот самый дешевый, я его только специально беру, не толстую, что легче с ней работать, только вот для сохранения тепла. Сейчас я их открыла, утром солнышко вышло, тут уже такая теплая температура, но раз они цветут, тут даже слов не надо никаких дополнительных, ясно, что здесь ничего не замерзло и замерзать не собирается. Третьими по очереди я высаживала вот эти вот, помните, я говорила, между теплицами высадила индотерминатные, которые остались от высадки в теплице, мне их жалко, девать некуда, сейчас я подальше вам покажу. И про них я вчера говорила, что возможно такое, что я их открою, они будут там отцвести с завязями, но это действительно, они здесь обильно цветут, здесь если еще не очень, вот если посмотреть вдаль теплица, присмотритесь, вот левый ряд, весь желтый, весь в цветах, это те, которые вот я высаживала лежа, эти более позднего посева, все они индотерминатные, все они тепличные, все они пережили вот эту морозную неделю прекрасно, но если томаты цветут, тут даже, опять же, я говорю, что и слов не надо, значит им все хорошо. То же самое, тут агроткань номер 60, и это же вот пленочка, тончайшая, тончайшая. Во второй тоннель, в соседний можно даже не заглядывать, тут то же самое, сидят индотерминатные, многие цветут из них, все, теперь пойдем. А вот то укрытие, где вот эта агроткань номер 60 укрыта, а полиэтиленовой пленки не хватило, просто рулон закончился, я понадеялась, что, ну, скорее всего, вероятно, ее хватит, а нет, не хватило. Вы видите, что все томаты замерзли, и именно не просто как прихватило их, а верхушки полностью все замерзли, листики прихватило, и вот там дальше вообще черные. Единственное их спасло, что у них толстый ствол, видите, вот ствол не задет остался толстый, и есть возможность вырастить через пасынок. Я в следующем видео, ну, специально сниму видео, чтобы это не удлинять, как я буду поступать с этими томатами, что я буду делать. Будем их, конечно, ой, подожди, одной рукой неудобно, будем их реанимировать, потому что мне все-таки они нравятся, что они раннего посева, это вот те остатки, которые остались и от теплицы, и от высадки в открытый грунт. Это та самая грядка ленивка, у меня здесь Демитов, Настенька, ну, и все вот эти же сибирские толстоногие. Но, оказывается, пленка Агроткань 60 при стабильных морозных ночах в течение недели она не сохраняет нам посадки. Все-таки без полиэтилена, если такая температура, я на будущий год не буду оставлять. Лучше съездить в магазин, купить еще 10 метров ткани. Это не ткань, а пленки. Она очень-очень дешевая, но она бы помогла мне спасти вот эти посадки. Они, конечно, выживут. Сейчас будем потом... Это как раз для вас такой прекрасный ну, будет урок. Будете наблюдать, как они отрастают, что потом с них получится. Вот сейчас запомним их в таком виде, и потом посмотрим летом, как они будут плодоносить. Конечно, плодоношение отодвинется на 2 недели, потому что вот эта кисть, которая собралась расцвести, она полностью замерзла, и мы будем ждать появления из пазух пасынков. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. В следующем видео смотрите, как будем спасать вот этих малышей. Но я, конечно, буду теоретически просто рассказывать. Смотреть будем потом, но все равно. Продолжение следует...